Володя, мы обзор снимать будем? Будем, конечно, где его черти носят? Я уже тут полчаса сижу, где этот мотоцикл? Черт его дери! Приветствую, уважаемые зрители канала Кроссмода! Сегодня на тест-драйв к нам попал мотоцикл Ява 350-634, 80-го года выпуска. И да, кстати, она не красненькая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вован, мы работать будем? Что ты там смотришь? Да, будем. Так, классные видосы делает чувак. Яву реставрирует тоже 634-ю из Питера, хлопец. Интересные видосики у него. Сейчас, оглядываясь в прошлое, можно с уверенностью сказать, что на территории бывшего СССР нет более узнаваемого, любимого и легендарного мотоцикла, чем Ява. Миха Пупырыха, картавый блогер из Питера, уже больше года снимает сериал про восстановление 634-й Явы 75-го года выпуска. Парень явно не в себе, однако настроен крайне серьезно. Проект получил название «Метла» и познакомиться с ним вы можете на канале Михаила. Ссылка присутствует в описании видео и в закрепленном комментарии. Рекомендую. Вот она красавица. Не совсем в оригинале, но зато посмотрите, как она хорошо выглядит. Чехословацкие мотоциклы Ява в Советском Союзе были синонимом слов «надежность» и «скорость». На самом деле так оно и было, поскольку советский человек еще не был избалован всякими Ямахами, Хондами. И конкуренцию данным мотоциклам могли составить лишь те же самые чехословацкие ЧЗ. Ну и, возможно, иж Планета Спорт. В конце 60-х годов завод Ява стремился уйти от старой концепции мотоциклов, так называемые в простонародье, но у нас конкретно старушки. И начиная с 634-й модели все мотоциклы Ява у нас назывались новыми. Так вот, уже в 1970-м году завод Ява представил мотоцикл Ява 350-633. Это была довольно интересная конструкция и концепция мотоцикла. Мотоцикл получил сложной формы хребтовую раму и двигатель с раздельной системой смазки. Однако, уже в 1971-м году появилась 633-я Ява модель 02. В ней отказались от масляного насоса. И всего лишь за пару лет производства 633-й Явы с конвейера сошло чуть больше 2000 экземпляров. Моделька не прижилась, возможно, из-за того, что конструкция рамы довольно сложная была в изготовлении. Ну и самое основное, дорогая. В 1973-м в конце года появляется модель 634. 634-ка за все годы своего производства имеет очень много поколений, которые по большому счету между собой отличаются какими-то мелкими деталями. Есть кардинальное отличие у 03-й, но давайте обо всем по порядку. Значит, в 1973-м году, в конце года, зимой появляется модель 634-01. Она получает двигатель 633-й с небольшими доработками и изменениями. И получает дуплексную раму, которая в производстве несколько проще. И данная рама перекочевала на серийный мотоцикл от спортивных моделей Ява, которые применялись для шестидневных соревнований. Также рама Ява уже изначально, 634-й, подразумевала возможность использования данного мотоцикла с боковым прицепом. В 1975-м году появляется версия 634-4-02. Она отличается от предыдущей черной рамой и грязевыми щитками. В 1976-м году появляется версия 03-634-4-03 Ява. У нее главное отличие это задушенный двигатель. Если в стандарте она выдает 23 лошадиные силы максимальной мощности, данный двигатель, то задушенная версия выдавала всего лишь 20 лошадиных сил. И обусловлено это было стремлением вложиться в рамки шума 84 дБ. Данная Ява предназначалась для внутреннего рынка, для чехословацкого и, возможно, предназначалась для некоторых западных стран. В 1977-м году появляется модель 634.8.00. Она отличается от предшественницы корпусом фары и приборной панелью. В следующем году, в 1978-м, она эволюционирует в версию 8.15. На ней применили резиновые гофры на передней вилке. Появившаяся в 1979-м году модель Ява 634.5.50 имела уже другую приборную панель с отдельным тахометром, отдельным спидометром. Часть мотоциклов комплектовалась с шильдиком большим хромированным с надписью Ява, а часть мотоциклов имела наклейки на баке тоже с символом Ява, с шильдиком. Следующая версия мотоцикла Ява 634.6 получила раздельную систему смазки, которая еще применялась на 633-й версии, то есть система Oil Master. Я так предполагаю, данные мотоциклы были в первую очередь ориентированы на западный рынок с раздельной системой смазки. А знаете почему? Потому что в Советском Союзе заправить размешанный бензин с маслом можно было прямо на автозаправочной станции. Так что советский человек не нуждался в подобной системе. В 1981 году появляется модель Ява 634.07. Она получила бак на 1 литр больше, другие пульты, получила также выхлопные трубы, которые планировались устанавливаться на 638-ю Яву. И была версия 7.01, которая предназначалась для использования с боковым прицепом. В 1982 году история 634-ки заканчивается. На место ее приходит 638-я, уже 12-ти вольтовая Ява. Вот такая история данного мотоцикла. Давайте теперь перейдем к техническим характеристикам. Давайте пройдемся по техническим характеристикам данного мотоцикла. И начнем, как всегда, с двигателя. Пламенный мотор Ява. Это двухтактная рядная двойка, которая выдает максимально 23 лошадиные силы при 5200 оборотах в минуту. И выдает 31,4 ньютон-метра крутящего при 4500 оборотах в минуту. Здесь у нас коробочка 4-ступенчатая, многодисковое сцепление в масляной ванне. Карбюратор ИИКОВ. Это тайванская реплика данного карбюратора, конкретно на данном мотоцикле. Что касается ходовой этого мотоцикла и рамы. Рама стальная дуплексная. Спереди по передней части мотоцикла имеем телескопическую вилку классических форм. Ход ее составляет 150 мм. Ориентировочно, я вот не помню, не вычитал, 33 мм диаметр пера. Если что, поправьте, пожалуйста, в комментарии. Барабанный тормоз, который приводится в действие тросиком. Диаметр барабана 160 мм, ширина колодок 35 мм по задней части мотоцикла. Стальной маятник трубчатого сечения и два амортизатора. Ход составляет 90 мм. Тот же самый тормоз, 160 мм барабан, 35 мм ширина колодок. Резина, кстати, установлена на мотоцикл уже современная. Пирелли, спереди 3 дюйма, сзади, по-моему, 110 на 90 на 18 дюймов. Хорошая резина позволяет чуть больше раскрыть потенциал данного мотоцикла, конкретно в поворотах. Сухой вес данного мотоцикла 160 кг. Бензобак отмечает 17 литров топлива, из которых 3 литра резерв. Завод заявлял расход топлива в районе 4-4,5 литров. Однако, в зависимости от состояния вашей явы и от качества современного бензина, расход может значительно изменяться от этих пределов. Что касается приборки, имеем механический тахометр с вот такими вот хромированными ободками, механический спидометр, который щедро размечен аж до 180 км в час. Ничего себе! Механический адометр и сигнальная лампа нейтраль, повороты, дальний свет и зарядка. Ключик Явовский. Данный ключик может быть смело заменен быть отверткой, сухой палочкой и прочими вещами, которые хоть немного, но напоминают вот этот вот профиль. Это вот такой вот просчет от чехословацких инженеров. Хотя, ну, кто мог подумать, что наши будут применять в качестве ключа все, что угодно. Цилиндрические формы подходящего диаметра. Что сказать? Мне, кстати, вот непонятны комментарии, которые часто мелькают и в пабликах, и в видео про Явы, про Альфы. Кстати, это целая, блин, каста этих всех комментариев. Когда пишут, у меня Альфа едет 120 км в час. У меня Ява едет 160. Вдвоем 150 ездили с девчонкой. Ребят, ну, во-первых, спидометры здесь довольно-таки неточные. Во-вторых, написано заводом, что едет данный мотоцикл 120 км в час. Согласен. На нем при различных обстоятельствах можно разогнать, ну, допустим, 130. Ветер попутный, хорошее топливо и так далее. Мотоцикл неушатанный. Но больше он не едет, ребята. Ну, не едет. Я соглашусь, если еще мотоцикл был доработан, то есть там продувочные окна, какие-то карбюраторы, как-то путем доработки двигателя, путем колоссальной интеллектуальной работы, физической работы, был доведен мотоцикл, повышена мощность, и он поедет больше. Но никто же этого не делает. Максимум это изолентой перемотают синей, и вот говорят, что она едет 140-150. Жень, расскажи, пожалуйста, конкретно по данному мотоциклу, что ты дорабатывал, что ты на нем, возможно, изменял, применял и тому подобное. Из такой жизненно важной доработки я скажу, что установлены конические подшипники рулевой колонки. Это очень важно и положительно влияет на управление. По большому счету, вся работа мотоцикла заключалась в покраске, то есть покупке новых хороших деталей, поиску каких-то оригинальных. Так как достался он мне в довольно-таки нормальном состоянии. По металлу было все, в принципе, приличное состояние колеса, трубы. И, собственно, это было причиной покупки. Трубы, насколько я помню, ты говорил честно. Да, да, конкретно. Если идти от переда к заду мотоцикла, то можно рассказать так, что вилку предыдущий хозяин покупал новую. Это от старушки. То есть и такие же шли на первых 634-х ялах. Вилку просто перемыл, поменял сальники хорошие, хорошие чешские облосы. Конические подшипники в рулевой колонке. Я так понимаю, насколько я помню, вот эти вот штуки из нержавейки ты делаешь сам. Конкретно на замок. Да, конкретно на замок делал и изготовил себе стаканы из нержавеющей стали на задний амортизатор. Я так понимаю, ты занимаешься довольно-таки промышленных масштабах, да? Да, произвожу на любые мотоциклы, то ли советские, то ли японские. По любым вашим параметрам, конфигурациям можем сделать. Такие вот классные штуки, отполированные, блестящие. Что, Жень, на твое творчество тогда оставим ссылочку в описании видео. Зайдите, посмотрите, какие штуки он делает. Если захотите, заказывайте смело. Отправка есть и за рубеж, так что никаких проблем. Все будет сделано как положено. Что, давай дальше. Так, если дальше идти от переда к заду, то куплен был абсолютно новый чешский руль. То есть, новый чешского производства, потому что нормального состояния руля я найти не смог. И по мелочи дальше, в принципе, все резиночки, приборную панель, резиночки, такой болтки, тросики хорошего качества. Если по поводу мотора, грубо говоря, так сказать, нижнюю часть мотора, я не трогал. Я поменял цилиндропоршневую группу, установил хорошего качества новодельные чешские запчасти. Ну и она у тебя 12-ти вольтовая. Да, переделал ее на 12 вольт путем установления готового комплекта CDI зажигания. Это адаптированное скутерное зажигание под наши советские мотоциклы различные. В интернете, в принципе, можно. Она уже 12-ти вольтовая. Нету контактов, нету щеток. Заводится без аккумулятора. С аккумулятором. Лично для меня, что было важно, это установка, вернее, сохранение оригинальной крышки. Так как по старинке, как это делалось, устанавливался генератор то ли ИШ, то ли Ява. И приходилось всегда резать крышку. И это было сразу видно, и матерому Явисту сразу в глаза бросалось то, что у тебя переделаны по 12-ти вольт. И не скажешь. Да. Так, если снизу... А, дуги были уже. То есть я покупал с ними. Это хозяин предыдущий сделал. Нержавейка, да. Что вперед, что зад. Задние отлично. Копия вообще оригинальных, а передние немножечко он, походу, поспешил из халтуры. Колени. Колени Ява. Трубы Чезет. По моему мнению, это самый лучший звук для Явы. Ну и Чезетовский звук всем нравится. Но лично мне даже больше всего. По покраске мотоцикл полностью пескоструился. Кислотный грунт. Акриловая краска на раме. И терламутр, или как она называется, микс. Краска на мотоцикле на самом. Под лаком. Мотоцикл с завода предусмотрена центральная подножка. Она литая, алюминиевая. И у нее есть одна болячка. Она любит на вот этом вот месте шва литья лопаться. Как раз в самый неожиданный для вас момент. Ну, как обычно все ломается. Неожиданный момент для вас. Что ж, думаю, озвучили пока всю основную информацию. Теперь стоит проехаться на советской мотолегенде. Коротом из Чехословакии. Погнали! Чехословакии. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, что говорить, что говорить про Яву Вы, если сталкивались, если любите, вы прекрасно о ней все знаете Это олицетворение целой эпохи и прям, можно сказать, нескольких поколений людей На ней ездили и деды наши, и отцы И для них, для не избалованных японским мотопромом, китайским мотопромом людей Это была желанная вещь, самый быстрый мотоцикл, действительно, пример надежности, согласен По тем меркам Если в рассказе про данную Яву применить нынешние критерии Но это будет не совсем правильно Ведь мотоциклу конкретно этому уже 40 лет И ожидать от него дисковых цепких тормозов Ожидать от него какой-то огромной мощности Это глупо, нелепо Он такой, какой есть Это олицетворение эпохи Вот такой прекрасный мотоцикл Ява 634 Удобный, маневренный и легкий Самое то для перемещения по городу С этой техникой у многих наших людей связана масса теплых впечатлений и воспоминаний Для кого-то это первый мотоцикл, за руль которого он сел Кто-то ездил на Яве на море А кто-то в соседнюю деревню на дискотеку Честь и хвала людям, которые ухаживают и реставрируют подобную технику А на этом все С вами был канал Кроссмота До новых встреч Синхронизован Никто ничего не бочил Я заснял, я заснял Сука Синхронизован Кроссмота Кроссмота